Перевоплотились поэтов Серебряного века на этой неделе ученики Бакситогорской школы номер 2, представив внимание педагогов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны литературно-этическую гостиную под названием Серебряного века силуэт. Но между других, единый, необманный, он мог стать вашим тоже, и не стал. И его вам было мало или много. Должно быть, плохо я стихи писал, и вас неправильно просил у Бога. Но каждый раз вы склонитесь без сил и скажете, я вспоминать не смею. Это такое действие, такая деятельность творческая всех вместе, учителей и детей, которые способствуют развитию способностей, талантов, индивидуальности каждого ребенка. И если дети начинают предлагать нам свои идеи, а это цель, участвовать все до одного человека в классе, это традиция. И поэтому никто не стесняется. Все друг другу помогают, шьют костюмы, выдвигают какие-то идеи, постановки. Повернуть время вспять и вернуться в Серебряный век пожелали не только выпускники, но и ученики десятого класса. Такая творческая форма внеклассной работы в школе стала доброй традицией, зародившейся 12 лет назад. В следующем году ребята примут участие в литературной гостиной, которая будет называться «Рожденный в СССР». То есть я так настолько вжилась в эту работу, что сейчас мне трудно будет эмоционально перестроиться, потому что я уверена, что завтра целый урок литературы, мы будем обсуждать все, что здесь происходило. В памяти зрителей и актеров остались незабываемые впечатления, которые дарят причастность к великим мгновениям прошлого. Ученики вместе с учителями воссоздали настроение и особенности нелегкой эпохи, в которой творили выдающиеся поэты, чьи имена навсегда вписаны в историю русской литературы.